Скин для вас, разумеется. А также невероятный розыгрыш совместно со студией UCC. Условия этого розыгрыша, а также акции по открытию кейсов находятся по трансляции на баннере. Так что кликайте и узнавайте все подробнее. Ну а у нас начинается тем временем ножевой раунд на последней решающей карте на карте The Mirage. И, кстати говоря, обращаюсь к новым коэффициентам на эту встречу. 31.69 на CSport.com, кстати говоря, на сайте, на котором вы можете делать ставки скинами, а также ими обмениваться. Я немножко, честно говоря, не согласен, да, я думаю, большинство игроков тоже. И игроков, вернее, зрителей, наверное. Хотя, в принципе, если 70 на 30 ставил, то, скорее всего, половина зрителей, наверное, тех, которые эти ставки и делала. Но, так или иначе, за команду Passions, например, я всей душой все-таки болею за то, что они выйдут. И то, что они пока достойны результаты в рамках этого турнира в целом. И, возможно, его и заберут. Кто знает, пока что Singularity смотрится как прямые их конкуренты. Ну или команда Penta все-таки. Тоже, возможно, им конкуренты составят. Вопрос просто в том, кто выйдет со счета 3-0 с группой и кто 2-1. Потому что, помню, я вам, эта встреча практически ничего не решает здесь. Потому что у Kingwin 0-2 счет, у LDS счет 2-0. И как бы они между собой не сыграли встречу. Но итог большой разницы не повлияет на выход в плей-офф команды Passions или Penta. Потому что здесь либо Passions 3-0 выйдут, либо Penta 3-0 с первого места, либо со второго 2-1, соответственно, Passions или Penta. Либо, ну, вот, да, два варианта развития событий. А то, что там будет у Kingwin 1 победа и 2 поражения, либо LDS 0 победа и 3 поражения. Или же наоборот. То есть они в любом случае уже свои шансы на выход в плей-офф потеряли. Так что, в принципе, это, грубо говоря, такой товарищеский матч. И просто борьба за то, чтобы выйти непосредственно с первой строчки. Что ж, у нас Penta начинает в атаке в пистолетном раунде. Уже есть хэдшот по Хампасу. Попытка у человека Ямы уменьшалась лишь только хэдшотом по нему. И уже находится Passions в численном меньшинстве. Хотя Rusty хэдшот, но ХС там также. Еще один минус у Форнет. Фредди только его останавливает лишь сейчас. 3 в 3 ситуация. Фредди работает с ладера. Сэдди ша... Я ее изолирую сейчас здесь с Макком. Кстати говоря, просочился Crystal сейчас в коннектор. И, ну, только когда Смок рассеет, скорее всего, своего оппонента здесь заметит. Это Ксайдиш. Пытается найти здесь противника в дырке. Но, по-моему, здесь, да. Нож, 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 нож от Кристалла! Есть! Хорошие... Хорошие деньги, которые он подформил на своем сопернике. Но Боба перетягивается вообще по апартаментам. И Фредди... Единственное звено, которое может сейчас остановить весь этот выход под базу бетом. Кстати, Смок или что? Нет, там Дикойн-то спаунен. Б вообще отпустили сейчас целиком полностью Passions. Странная немножко ситуация вырисовывается на карте. Но, так или иначе, Фредди начинает давить спину. И Расти... Расти с кухни. Навряд ли слышал. Но, так или иначе, сейчас соперников замечает. Уже первый понимает, что там бомба, скорее всего, сейчас будет установлена. Слышал постановку бомбы, дал инфрусовый тиммейт. И уже Фредди начинает приближаться к спинам своих оппонентов. Здесь главное Расти привлекать максимальное количество внимания именно на себя. Потому что в спине Фредди, по идее, должен делать свои минусы. Фредди есть минус первый. Здесь, правда, Кристалл еще остается в пленту. Минус отлично под Фредди. Еще здесь Расти находится 1-1. Кристалл сильнее оказывается в этой перестрелке. Трипл килл по итогу этого раунда. Плюс еще и на нож посадил 5400 по кончанию пистолетки. У него месяц, да? Он здесь может себе уже, не знаю, М249 позволить, что ли, закупить. Сколько там, пять с лишним тысяч стоит. Это так, это все забава ради. А на самом-то деле, Кристалл просто... У Кристалла просто полноценный байс с большим количеством раскидок, с калашом и вторым армором, соответственно. И что ж, второй раунд. Второй раунд. Форс со стороны команды Пэшенс. Занятие центра от Пенты. И теперь уже будут пытаться не отыгрывать оттуда. Ну, вот, честно, не лучшее начало для команды Пэшенс. Сейчас на этой карте. Хотя, в принципе, я уверен, что здесь будет довольно-таки равная борьба, и мы не увидим кого-то одностороннего счета на этой карте. Расти пытался с ЦЗшки только что забрать своего соперника. Потом уже дигл тиммейта подобрал. Ну, и так или иначе, Кристалла добрать не смогут. У один с хп осталось. Вообще, с таким богатым... С таким богатым кошельком все-таки умирать не хотелось бы ему. Калаш перекидывает Сани. Кристалл по итогу с 11 хп будет доигрывать уже с Юмпом. Этот раунд с бомбой за плечами. В принципе, погибать он здесь не должен. Первым-то уж точно. Расти Зигзаг пытается чекать центр. Там никого нету. ХС где-то в районе стула находится сейчас. Но Жен продвигается по андерграунду. Кстати, я же, кстати говоря, скорее всего здесь слышал. По крайней мере, с Маком изолировали сейчас коннектор. И Жен этот, ну, просто фейковый такой... Нет, не фейковый. Троица продвигается через парапет. Ага, вот так вот решили сыграть. Игроки команды Бент. И несмотря на то, что 5-4 идут сейчас, мог откинуться. Но они просто через него пройдут сейчас. Флешка неплохая. Есть в бланде игроки. Но, тем не менее, все-таки свой минус они здесь сделали. Какие же они красные-то, боже ж ты мой. 12, 17, 13, 42. Какие же сладкие бабулехи. Были бы сейчас для Ксайдиша выход потом. Вот Ксайдиша на заднем плентуна. Его здесь контролировали на центр. Вот это провал. Вот это большой провал. Просто если бы спрей был бы чуть-чуть удачнее от игрока команды Пэшнс, то, скорее всего, там были бы серьезные похороны для Пента. Но атака не поставили бомбу. И раунды выиграли. Четвером выживали. Еще подняли так неплохо свою экономику. У Пэшнс, в очередь, будет экономический раунд впереди. И, ну, невозможно. Скорее всего, просто счет будет на табло 3-0. Аркада центра стороны Хампуса. Но здесь 10-м акком уже перекрывает абсолютно все. Тут уже и калаш подключается. Так что без единой потери вновь для команды Пента, скорее всего, этот раунд закончится. Правда, Релакс все еще прячется в джангли. Возможно, чей-то затылок он здесь найдет. Чей-то любопытный затылок. Пэшнс хотят... Паузу. Пока чей-нибудь его раунда. По-моему. Судя по его надписью в чате. Да, нет, нет. Все. Все, отменился. Видимо, случайно, возможно, кто-то поражал. И что ж, 3-0. Стоит пока что польза команды Пента. Соответственно, у Пэшнс сейчас будет полноценный девайсный раунд. Даже АВП повелес на руках у Релаксы. И по всей видимости увидим... Нет, не увидим. Почтение снайперов на центре карты. Но Релакс, по крайней мере, сюда выдвигается. Уже готов принимать своих соперников. Смог кладется на старт. Сюда выдвигается Саня у нас. Но он ждет просто аркады и никуда дальше не лезет. При этом четверо его тиммейтов продвигается по партаменту в район базы Б. Здесь, кстати, же пропрыгивает. И вроде как заметил своих соперников сейчас. Мол, уплыется под него. Ему нужно внецить свою позицию. Ладно-таки быстро. Выход! Выход! Да ладно! Все просто пропустили его здесь. И только потом уже Хамбус вернулся. Но не стоит траектория. Скорее всего, не лучший для него. И его там ждали. Его ждали. Он там погиб. Фредди с Растей остается вдвоем. По итогу про четверых припоставленной бомбе. И что-то Пент слишком разозлились. После того самого оверпасса. И у Пэшнс начинаются первые проблемы. Потому что они уходят на сейдевайсов. Это четвертый для Пенты. Ой, как же нелегко им дается. Да. Сейчас эта карта начинается, по крайней мере. Потому что Морозом сейчас Расти увидел, как убирал его товарищей. И понял, что тут что-то здесь не так. Расти погибает от Джена. В спине, кстати говоря, в это время еще и находится Сани. Но достанет ли он его? Да. Все-таки Сани его здесь достает. Что ж, 4-0 для Пенты. Там экономически впереди ожидает от Пэшнс. Возможно, был бы какой-то бай, если бы эти два-два себя засевили. Но так не получилось. И в целом сейчас будет еще играть с пистолетами шведский коллектив. Кстати говоря, я хочу напомнить вам про наш замечательный Твиттер. Пишите сообщение с хэштегом UCC Studio. И это сообщение обязательно покажут на трансляции на этом экране. Пишите ваше, ну, не знаю, пожелание, привет кому-то передать. Возможно, хотите мнение по поводу данного матчапа. Или, ну, вообще, возможно, какие-то интересные факты у вас имеются. Мы их обязательно постараемся публиковать. Что ж, пока что пятый раунд у нас. Три дигла, 5-50 юсп на руках у команды Пэшнс. Стаком они стоят под точкой А. Один лишь игрок, это Хампус, под точкой Б. Единственное, кстати, из двоих, у которого имеется первый армор. Ну, и выход Пенты, центр и апартаменты сейчас будет произведен. Проблема в том, что, ну, для Пэшнс, по крайней мере, это проблема. Потому что Хампусу нужно сейчас делать максимальное количество минусов, скорее всего, с этого дигла. Апартаменты, хотя нет. Посмотрите-ка, Пента стягивается обратно на центр карты. Если центр, ну, если через центр большинство будет заходить на точку А, то, в принципе, будет довольно-таки легкая зачистка. Хотя какие-то планы просто наполеонские здесь Пента строят. Смог в коннектор, смог в окно. Здесь подлавливают все-таки Сани, но вот забрали Хампусы. И теперь это уже звонок о том, что все-таки пойдемте под базу Б, друзья. Там не получилось, здесь получилось. И почему бы не выявляться большинством на фактически... Ну, да, уже пустой план, только сейчас Халпакать приходит с кухни. И хотя, Рости! Два хэдшота с Дезерт Игла. Какие же невероятные фраги он сейчас выдал. И выводит свою команду в численное преимущество. Посмотрите-ка сейчас еще и здесь все. Ей, ксайдиш, да, спресс. Это фиже, на бамбу устанавливается кристалл. Но один в три остается. Это, ну, невероятно сложная ситуация для него. Ждет кого-то со спины на спину, никто не придет. Более того, даже с дигзага никто не последует в его направлении. Кристалл, спрей нет. Все-таки его здесь хоронят. В итоге первый раунд пэшн забирает, причем для себя экономический. Что самое интересное. Это, ну, дает буст по экономике серьезно. Причем и трое игроков даже выжило. То есть у кого там... Хотя там первый армон, это сэвится и пистолеты. Ну, первый армон только у ксайдиша. Пистолеты. Так, АВП. Два калаша. Отличные трофеи с раунда. По второму. Расти первый фраг. Первый подбородок полетел. Второй тоже по каске получил. Ну, и вот уже ксайдиш. Десятым маком доставил третьего. Что ж. 4-1. Пока что счет. Первый раунд для себя. Хороший довольно-таки пэшн забрали. Возможно, чуть-чуть мораль кто-то подсбавили своему сопернику. Но там пять калашей и серьезный настрой. Я думаю, все-таки на эту карту имеется. Смог кладется в яму от Фредди Фрога сейчас. Попытка будет, скорее всего, сплит выхода от Пента через ковры. И яму. Плюс центр. И игрок с андерпасса там также продвигается. Но Расти, в принципе, стоит пока что в коннекторе. И ждет краски выхода соперника через андерпасс. Но есть еще и игрок на центре карты увидел. Увидел здесь Расти. В бланде был с Аней. Ничего не мог с этим поделать. В итоге центр отпустили. И концентрируется на обороне именно точка. Причем точку А целиком полностью отпускает. Если будет какой-то жесткий раскид, то, в принципе, к нему пэшн здесь готовы. Минус есть по ХСу сейчас. И уже центр пуст. Второй игрок будет в лоб выходить на точке А. Но ИПЛа здесь, кстати, Жен просачивается тем временем куда-то к фаербоксу. Горит, по идее, сейчас. Горит. Да ладно, он не горит там. Нет, все-таки горит Фредди. Фредди горит. 5 хп. Боже мой, еле успел уйти оттуда. По итогу на Т5 в три. Но Фредди красный. Есть шанс еще у Пент зацепить за этот раунд. Если заберет игроков в какую-то одну позицию. Хотя бомбу поставили. Просто-напросто абсолютно все скрылись. Это неправильное решение. Абсолютно неправильное решение. Я считаю стороны команды Пента. Потому что там смоки, там гранаты. Ну вообще большое количество гранат имеется у команды Пэшенс. И они могут просто-напросто яму изолировать. Тем самым смоком. Но нет. Пэшенс просто кладут смок под коннектор. Здесь в итоге двое игроков все еще находятся в яме. Нужно как-то забирать. И Жен. Жен. Нет, все-таки не справляюсь. Здесь свои задачи бомбу будут раздифьюжена. Второй раунд для Пэшенс. И там у Пенты, ну, скорее всего, деньги на бай еще на раунд сверху есть. Хотя я в этом уже почему-то сомневаюсь. Сейчас... Нет, есть там 8000 аж уже. Ну, там 6-4. Там большие запасы по деньгам команды Пента. Но только лишь на раунд. Хватит. Не более того. Так что, в принципе, Пэшенс по-хорошему выиграет еще один девайс. И уже могут выйти на антиэкономический. И там уже, в принципе, на 4-4. И все более или менее сложится для именно этого коллектива. Ну, либо же Пенты сейчас все-таки начнут вновь забирать эти раунды. Пока что быстрое занятие оценки со стороны немецкого коллектива. Флешки неплохие. С шорта нету выпадов от этих флешков. К сожалению, от Хампуса. Но он зарылся в ладер. И, в принципе, оттуда будет пытаться сыграть. Услышал, по-моему, услышал. Просто не услышал о том, что игрок упал. Но Хэс здесь оказался точнее. В итоге забирает здесь Хампуса. 4-5. По итогу ситуации на карте Хэс все еще находится в окне. Выход в точку А последует. Но игрок есть в яме. Это Расти. Он на нем огромная сейчас... Огромная ответственная задача. Однако же в яму кладется молотов. Бомба ставится. Ну, и Фредди Фрог немножко проворонен. Здесь свой оппонент. Расти по итогу выходит с ямы. Возможно, заберет новый из игроков атаки. Нет. Расти погибает. Да ладно, его здесь как-то законтролили. В стрелах САОП не попадает по своему сопернику. И в итоге последним живых остается Фредди против пятерых. Вот такой вот фактически легчайший раунд для команды Пенты. Только лишь один минус могли себе сделать. Но там еще и Кристалл находится в ПТ-спауне. Не увидел его изначально Фредди за то, что тот прялся за клумбой. Пятый раунд для Пенты. Спортс. И впереди... Ну, нет, бай. Будет у Пэшенс также. Вот сложно сломить. Сложно сломить что-то на другую команду. Ввести на экономический все-таки. С этой стороны там неимоверно... Лошадки. Ну, блин, мне такое чувство, что уже Ликвиды как будто играют здесь. Уже столько твитов с лошадьми последовало сегодня на нашей трансляции. Что, ну, не знаю, обычно привыкли к Ликвидов называть так. А тут уже вот Пэшенс такой статус заработали. Ну, да, по крайней мере на карте Мираж мне почему-то казалось, что все-таки посильнее немножко будет именно шведский коллектив. Хотя сейчас пока что еще не все решено. Потому что есть еще деньги, есть еще шанс там взять 5-3. Возможно, это 5-5 даже выйти каким-то образом. Но если сейчас Пента заберет раунд, тогда уже да. Тогда уже можно говорить, вы серьезно? Как же так у вас получается? Та самая команда, которая себя зарекомендовала серьезным фаворитом своей группы. Пока что, ну, конкурирует, в принципе, с Пентой. И Пента составляет довольно-таки серьезную конкуренцию. Кстати говоря, с Маком сейчас в окно промахнулся кто-то из игроков команды Пента и Спорс. Но второй все-таки достает до цели. И занятие от центра есть. Причем вчетвером орудует именно здесь. Релакса. В коннекторе, возможно, найдет какой-то свой минус. Флешка ХС слепой. Но никакого выпада не последовало. Причем флешка, по-моему, была от тиммейта как раз-таки ХСа. Сани продвигается пока что. По коннектору замечает релаксу. Забирают его здесь. И уже первые потери для Фэшнс. Минус также звено под точкой Б. Тут остается уже выходим к садичной его молотой. Потребляют отсюда. Забирают все-таки игрока. Зинезаги выпадать. Что я смог еще и похоронить здесь Жена. Но минус под точкой А. Также по Расти. В итоге Фредди Фрог остается один в три. Последний. Бомба устанавливается на базе Б. И уже... Ну, что ж. Надежда вся на Фредди. Сможет ли он сейчас потащить этот клатч. Невероятный. Один в три. Сани красный. Есть шансы забрать его. Но вот в спине, правда, еще орудует как раз-таки он. Возможно, сможет дойти до Фредди. Но Фредди, если будет аккуратно... Ну, не будет аккуратно уходить. Тогда, в принципе, Сани может его здесь и забрать. Но Сани решает вообще пойти на КТ сейчас. И оттуда, скорее всего, принимать Фредди. Но Фредди сидит в кухне и до сих пор никуда не высовывается. Хочет просто-напросто засеять свой девайс. Возможно, даже и АВП, если какого-то из его тиммейтов оно было. Да, все-таки забрал Сани. Туннель такой своеобразный для сейва девайса. Открылся у него. Еще смог забрать и Кристала. А почему-то мне все время начинаю... Ну, смотрю, как начинает стрелять игрок. И уже почему-то подозреваю, что кто? Тот, либо этот, сделает этот фраг. Ну и что? 6-2. 6-2. Девятый раунд впереди. Экономический от Пэшнс с одним девайсом, который Фредди смог засейвить с прошлого раунда. Смог кладется Яма. И... Ну, хотя он такой себе, кстати говоря, упал. Там просочиться вполне себе могут игроки команды атаки. Хаешка в окно. Правда, там никого нет абсолютно из игроков команды Пэшнс. Смог также туда залетает. И Саня увидел пока что игрока в коннекторе с Юмпа. Попытка заспреить. Все-таки забирает его здесь. Правда, же он погибает параллельно на точке. Один хп у Фредди. Он здесь уже не жилец. И это 3-4 на пистолеты. Только лишь на патрах команды. Ой-ой-ой, Хампус. Да что же за деглы-то сегодня такие? Жесткий Хампус будет попытка врывать под флешку. Сейчас! И смоках! Его здесь просто жестким хэдшотом пригвоздили к бетону. И последний релакс. Ну, там патроны уже кончились в обоиме. К сожалению, даже красного Сани добрать он здесь не смог. 7-2. 7-2. И вот теперь да. Теперь действительно можно было бы публиковать тот самый твит. Вы серьезно? Ли. Спрашивает хп Сани. Ну, да, там действительно 30 хп у него осталось. Буквально патрона двух не хватило. Релаксе, чтобы его забрать. Ну, вот теперь нужно пэшнс реабилитироваться немножко хотя бы на этой карте. Потому что за дефенс два раунда это, ну, совсем мало. Я не уверен, что атака слишком хорошая будет у пэшнс. Сейчас пока что есть интерфраг. Есть два минуса от Хампуса в поджиме центра. Но здесь уже с интерпасса выходит ХС. И, в принципе, паритет по силам-то и восстановлен. ХС попытка будет пройти через коннектор. По идее, сейчас по таймингу релаксом он будет сыграть. Но нет, ХС забирает и его. И по итогу Фредди, если напорник точки А остается в живых, садишься на точки Б, орудует. Но Фредди будет тяжко сейчас. Потому что его, скорее всего, будут зажимать с двух сторон. Правда, бомба лежит все еще на центре. Спалился сейчас Фредди. И вот здесь забирает Саня. Хэтшотом с ковров. Садишь, последний один в три. По-моему, восьмой намечается для Пента. Если восьмой я не заберу, то там экономически для пэшнс будет впереди. Что, ну, в принципе... Сейчас, кстати, бомба вообще уйдет на базу Б. Потому что там совершенно никого нету. Уже все. Игроки команды Пента и Спорс прочекали. Ксадишь просто ничего не сможет с этим поделать, к сожалению. Хотя, ну, не знаю, пойти, попытаться стрелить кого-то, разве что. Потому что там вроде серия раундов неплохая была проиграна. Но, тем не менее. Счет 7-2. 7-2. И это... Ну, печально. Печально, что мы видим такую одностороннюю игру. Вроде бы карты нейтральные, карты Десайдера по итогу. Пэшнс здесь терпят фиаско, к сожалению. 8-2. Пента забирает уже первую половину себе в копилку. Вопрос, каким счетом только она закончится. Там по три тысячи у Пэшнс сейчас имеется. Вопрос там... Ну, пистолетная эко, скорее всего, будет делать. Не вижу смысла здесь экономить. Просто вопрос в том, что либо это пистолетная эко, либо форс полноценный. Но они играют пистолетная эко с ЦЗшками. Деглом, деглом и П-50. В Расте также имеется смог, который он использует в яму. Этот смог дает знать... Подает понять сопернику, что не все так просто. Сбавим у противника. По крайней мере, сейчас попытка будет аркады Пэлас. Увидел. По-моему, увидел. Увидел Расте там ствол. В итоге Саня может забрать каким-то легким префом, если получится. Да, все-таки выходит на него и забирает. Уверенный стрельбой с ЦЗшки. Забирает девайс. Но, правда, игрока в андерпассе уже похоронили. Поэтому 4 в 4. Правда, еще и Жен с 15 хп остается. Неплохое начало, казалось бы, для Пэшнс. Так или иначе, это пистолетно-экономический. Но, если они смогут выбить еще пару девайсов и, в принципе, выйдут на более удобные для себя позиции, то еще до того, как пен, подойдут к точке Б. Хотя там, в принципе, двое под Б. Но там Ксайдиш с Хампусом, Диггл, ЦЗ. Ну, не знаю. Что они смогут сделать. Причем, как заметил, сейчас игрок Зигзага. Это Инна Цент. Попытался с Фредди здесь повоевать. Не получилось, Расти с первым армором все еще находится на точке А. Ксайдиш видит эти головы. Ой-ой-ой, да какие же они красные. Но 6, 15 хп. Боже ж ты мой, Расти. Флоу будет сыграть с кухни сейчас. Играть против четырех игроков. Но двое из них красные. Поэтому должна была быть информация возможной. Не смог прошить. Как она машине, в итоге уходит уже на сейф своего девайса. Потому что информация по нему имеется. И, в принципе, это девятый для пенты. 9-2 становится счет. Что же такое творится сейчас с Пэшнс? Как же они падают, как же они падают, падают, падают. Я не знаю, куда еще можно упасть. Ну ладно, их, в принципе, именить нечего. Встретились они с довольно-таки грозным соперником сейчас у себя в этой группе. Правда, Кингин с LDLC одолеть смогли. Но вот пенты, видимо, непреодолимой преградой для них оказываются. Хотя, возможно, еще что-то изменится. В окончании этой карты. Но пока что счет 9-3, и все мы понимаем, что... 9-2, вернее. И все мы понимаем, что будет довольно-таки сложно дать какой-то камбэк. Боже. Ну вот с такой стрельбой, правда, неплохо было бы давать. Камбэк не на отстреле того, тех людей, которые вас загоняют. А именно... Именно когда вы принимаете выход на какой-то из точек. Два ВВП у Пэшенс. Радикальное решение с их стороны. Хампус с релакса. Этот сетап будет пытаться реализовывать. Релакс отправляется на центр. Соответственно, хампус под... ...точку Б. И ксадиш. Есть минус по кристаллу, но перед этим, правда, фраг уже нараститься смогли сделать. Гороки команды Пентэй Спорс 4 в 4. Плюс еще и ксадиш красный остается. А у ХС, в свою очередь, 56 хп. Так что, в принципе, пока что какой-никой, но преимущество за командой Пентэй имеется. Занятия центра также есть. И если будет выход на точку А, то выход вполне себе... Ну... Вот после минуса, правда, по Санне не уверен, что они туда пойдут. Но Пэшенс так или иначе с точку А. Отпустили. Контролят окно из-под клуба товарищ Фредди Фрок. Также контролятся, в принципе, сайд с АВП от релаксы. И в целом, куда бы они пошли сейчас Пентэй, они будут замечены. Если поставят... А, ну окей. 4 в 3 Пэшенс будет выходить на этот ретейк. Флэшки в КТ неплохие полетели. Попытка задавить. Релакс и промах. Это, может быть, может серьезно повлиять на итог этих перестрелок. Но Пентэй не стали давить дальше. Хотя я думал, что все-таки еще пару флэшек залетит и попытаются под них сыграть. Далее. Поставили бомбу. Хамбус меняет свой девайс на калаш. Коннектор изолирована здесь с Маком. Поэтому играть он сможет только буквально секунд через 10. Но бомба тикает. Киты, правда, имеются. У игроков команды Пэшенс. Какие два хотчета ставят сейчас Инноцент. И третий тоже оформляет. Боже ж ты мой, Инноцент. Пентэй просто похоронил сейчас абсолютно все надежды команды Пэшенс. На этот раунд один... Ну, не сказать, что один-четыре. Потому что, в принципе, двое тиммейтов имели. Ну, находились недалеко от него. Но, тем не менее, он все-таки три минуса оформил и все. Это десятый для Пентэй. Десятый на мираже за атаку против Пэшенс. Да как же так? Как же так получается у этих ребят? Настый раунд. Впереди нас ожидает. Там, кстати, бай будет, конечно, у команды Пэшенс. Причем весьма хороший бай. Нас ожидает. Но 10-2 уже счет. 10-5 даже если Пэшенс выйдут. Пять раундов разницы. Нужно брать пистолетный. Всю серию сверху. И еще вдобавок и бай противника. То есть это довольно-таки серьезная задача. Ожидает Пэшенс за противоположную сторону. Хотя, возможно, они проявят невероятную волю к победе. И возьмут именно... Ну, дадут жесткий камбэк. Как сингулярити, допустим, сегодня на Коблстоуне. Правда, Коблстоун и сторона атаки, в принципе, предрасполагала к этому. Но вот сейчас пока что раунд вновь. И в пользу. Команды Пэшенс развивается. Потеряли они уже Хампуса под точкой Б. Там остается один лишь Ксайдиш с АВП. Находится в зигзаге. И принимать ему выход через апартамент будет довольно-таки тяжко. Причем центр не просматривается в эту минуту. И могли бы уже давно пройти парапет. Забрать Ксайдиша в спину. Но раскид точки А фейковый. Так что, в принципе, попытается сейчас ворваться под флешку. Кристалл заметил одного из соперников. Сейчас еще и Растя здесь стоит в упоре. Фредди пытается на себя привлекать максимум внимания. Залетает Хаешка себе под нэки. Фредди, к сожалению, ее откидывает немножко. Ошибся с траекторией. И Кристалл дальше не выходит. Все его тиммейты находятся сейчас на центре. Один в апартаментах базы Б. Ксайдиш в кухне с АВП. Готов принимать выход от базы Б, если он последует. Но, скорее всего, сейчас все-таки через парапет. И игроки команды Пента будут продвигаться по направлению. Ну да, к точке Б. Здесь, кстати, Юра Спин в это время летит Растя. Я только сейчас заметил. И все игроки команды Пэшн остановились к базе Б. Возможно, это сработает именно сейчас. Есть минуса уже стороны игроков защиты. Есть минус по иноценту. Кристалл с Саней остается вдвоем. Позигзаг не попадает сейчас, к сожалению, релакса. В итоге Саня все еще ждет игрока на форсте. Его там нет совершенно, потому что я один игрок в спине. Есть. И здесь Саня потерян. Саня потерян 12 секунд. На конце раунда теряется очень сильно. И погибает в итоге. Неплохой раунд от Пэшнста. По итогу, вот если бы не задавил в эту секунду Расти Яму, возможно, все бы получилось у команды Пэшнста в лучшем виде. Ну а так, это надежда для Пэшнста, для того, чтобы выйти, ну, хотя бы на счет 10-5. По окончанию первой половины. Хотя у Пэшнста там денег добавил, но на раунд сверху-то... Даже на два раунда сверху, скорее всего, будет. Так что до конца первой половины финансовое положение у команды Пэшнста весьма-весьма благоприятное. Что ж, шасти. Снимает пока что коннектор. Мы его туда откинули, но он уже использовал под себя смог, поэтому... В принципе, все неплохо для Пэнты сейчас. Игроков в центре здесь нету, как и, в принципе, обычно. Врыв ХСа смог забрать. Здесь Расти, на моментальный размен, Анхампасу последовал. Зигзага. Фредди также смог забрать Джена. ХАешка неплохая под Хампасу прилетает. 25 хп у него остается по итогу. И это 3 в 4. 3 в 4, двое игроков на центре карты. Один, кстати говоря, в Пэлосе. Саня может здесь довольно-таки серьезно сыграть. Забрать, допустим, Фредди. Но не торопится выходить, пока его тиммейты не начали действовать. Полиция тоже не торопится. Возможно, он сможет подловить какую-то перетяжку. Но вот игрок есть в яме, это релаксы. Скорее всего, который сможет реализовать свою позицию. Есть также игрок в ладере. Сейчас Кристалл в коннекторе. Находится и на цент. С бомбой. И сплит-выход по всей унисти вот такой вот своеобразный будет. Именно под базуа. Но вот Кристалл, если выйдет сейчас КТ, скорее всего, сможет забрать противника в спину. Но он выиграет в джангла. И, в принципе, позиции релакса непредсказуемо весьма. Хотя туда необычно готовы, возможно, игроки команды атаки. Фредди, флешка, неплохая залетела. Сейчас увидел игрока за тикбоксом. Смог его здесь положить 4-2. Уже двукратно численное преимущество за Пэшн. Сейчас, мол, как он откидается под яму. И вновь там ждут к релаксу. Садишь с коннектора, не смог никого отстрелить. Попытка садить сейчас КТ-спаун. Смогли забрать здесь все-таки Фредди. Что ж, бомба тикает. Бомба тикает. И хаешки, смоки, мол, там все просто прилетает в КТ-спаун. Пытки дефьюза пока что нету. Но выходит на нее как раз-таки... Ой-ой-ой, Хамбулс в КТ-спауне уже на спине подкрался. Собрал Саннис на центр. Четвертый раунд для Пэшнс. Но там деньги у Пента, безусловно, в последний раунд будут. Вот только... Вопрос, это 11-4, либо это 10-5. Будет по окончанию первой половины. Пента уже неплохое количество раундов себе в атаке взяла. Но, если сейчас даже все будет 10-5. Если Пэшнс берут пистолетку, там будет 10-8. Выиграть один девайсный. И вот, ну, 10-10. В принципе, Пэшнс способна на оформление такого камбэка. Я, премьер-нед, надеюсь. Хотя мы, в принципе, не наблюдали. И привыкли наблюдать Пэшнс в роли фаворита какого-то... Ну, вообще большинства матчапов. Это все в них не верят, не знаю. Но почему-то вот после открытых... После закрытых квалификаций я уже с уверенностью понял, что Пэшнс... Пэшнс могут. И после того, как они уже одолели Кингвин, а тут, ну, 30 на 70, ну, не знаю. Не знаю. Не лучший коэффициент, если честно. Что ж, 15-й раунд. Тем временем, выход через андерпасс со стороны ХС будет. Игроки на центре также готовы начать действовать. И вновь на центре от Пэшнс никого нет. Утроем играют возле коннектора. Причем, довольно-таки нестандартная расстановка сил защиты. Смоки, по-моему, будут Пэнта сейчас готовить к точке А. И, ну, в целом, оформляет сплит-выход именно туда. ХС проверяет коннектор. Но здесь никого не находят. Релакса пока что смотрит в дым. Правда, если флешка последует, то будет довольно-таки опасно для него. А, он здесь щель нашел. Здесь нашел щель. Что ж, затишье перед бурей, как говорится. Пэнта начинает свой небольшой раскид. Здесь Релакса... Нет, Релакса спалился и зря. Зря он здесь это сделал. Хотя Фредди смог оформить минус. Моментальный размен от Пэнта. Выход. Растис КТ под Молотовым. Боже ж ты мой. Какой же он жесткий. В итоге смог оформить два минуса. Увести свою команду в численные преимущества. Бомба все еще валяется за фаербоксом. Но ставить вот подошло вопрос большой. Здесь, правда, есть смог. И может его сейчас откинуть Сане. Кидывать будет... Да ладно. Да ладно. Ну, здесь ланг. Это тоже частично прикрывает. В принципе, неплохо нашив жесткий у этого фаербокса. Сане в итоге вынуждены мансить в этом дыму. Но там игрок с КТ сейчас уже подойдет. Вот в чем проблема. Проблема в том, что Кристал смотрит так же спину. И тут Сане нужно забирать к Сайдиша. И у него получается это сделать. Есть еще и флешка от него. Кидывает он эту флешку. Уходит отсюда Сане в КТ. Смог просочиться все-таки живым и перезарядиться. Более того, в итоге нужна релаксия. 1-1 выиграет перестрелку. Ой-ой-ой, с гранатой в руке. Хаишка неплохая попадает. Нет, не попадает. Хаишка мимо. И бомба дифьюзится. А здесь Молотов лежит. И все-таки минус дает. Кристал под Молотовым. Боже, что мой там времени может уже банально не остаться. Сейчас Кристалу. Кристал ставит еще и минус на Хампусе. Это что-то невероятное, друзья мои. 11-й раунд для команды Пента. Сайт Hellcase.com, который, разумеется, является прямым спонсором данного турнира. Заходите туда, вводите промокод UCC. И получаете халявный кейс, в котором будет для вас скин. А также не забывайте все-таки участвовать в розыгрыше. Также от сайта Hellcase совместно со студией UCC. Кликайте по баннеру под трансляцией. И принимайте в нем участие. Там довольно-таки хорошие скины разыгрываются. Так что, может быть, повезет именно вам. А также про сайт KSSport.com, разумеется, где вы можете делать ставки своими скинами. Поймать какой-то, возможно, лоу-коэффициент. И поднять серьезно свой инвентарь. А также не забывайте, что там можно и скинами этими и обмениваться. Так что площадка весьма-весьма удобная. Что ж, 16-й раунд. Тем временем, Pashions начинают в сторону атаки. Соответственно, Пента за защиту. 11-й раундов есть у Пента. Если они выиграют пистолетку, то это Pashions... Ну, я даже не знаю, что им нужно будет делать. Просто я не верю в то, что Pashions оформит такой жесткий камбэк. Уж со счета 14-4. Хотя, в принципе, команда довольно-таки серьезная. Что ж, ой-ой-ой, посмотрите, какая стычка сейчас будет в джангли. Там вообще 5 на 5 рубило фактически. Нет, нет, все-таки один игрок отправился на постановку бомбы. Но задавили джангл моментально. Никого там не заметили. Все, в принципе, пока что по хелсбарам в пользу команды Penta. Но, так или иначе, контроль всех позиций у Pashions имеется. Я уже думал, они там стенку на стенку пойдут в эту щель ломиться. А на каши четверо игроков выходит на этот ретейк через КТ. Позиция, кстати, еще неплохая. Первый минус уже оформлен. Здесь попытки дефьюза бомбы. Кстати, спрей дали, его пытаются уже здесь задавить. Кстати, есть еще один минус. И уже с ножа в смоку. Нет, не дают шанса в команде Penta выиграть этот раунд. Мне кажется, Penta сами были немножко дезориентированы над тем, что произошло в этом раунде. Все-таки пятый раунд для Pashions сейчас заходит. Кстати, здесь мансил на самом деле очень долго. Вот игрок с тикетбокса, по нему просто банально не мог попасть. То есть он стоял на этой кассе. Кстати, здесь стрейфился, стрейфился. В итоге по нему так толковый дэмаж-то не залетел. Никто его добить не смог. Что ж, раунд Pashions забрались. Пистолетный, хорошее начало камбэка. Главное закрепить это взятием антифорс раунда. Но может все сложится немножко иначе, потому что сейчас Penta оформляет даблкил. В итоге... Ой-ой-ой, как же не простили здесь сани с двух стволов. Просто его жестко нашили. По всеми месте фракции тот самый он сделал в андерпассе. И только под смок мог бы уйти. Но тут нашив стороны Pashions не простил его. По итогу все равно члены преимущества, так или иначе, за командой Penta. Но одного игрока они уже потеряли в андерпассе. И сейчас... Там, кстати говоря, позиция интересная у Жена. Он уже продавил апартаменты. И готов к тому, что соперник, если выйдет в точку B, то он его вот здесь заберет на такой вот близкой дистанции. Но Pashions выходит в точку A. И Жен начинает давить. Боже, как он чувствует этот тайминг невероятный. Ой, там такие проблемы сейчас могут быть у команды Pashions. Посмотрите, один игрок в Пелосе. Один игрок в яме уже фактически. И... Жен сейчас увидит. Жен сейчас увидит. И ХС даст информацию своим тиммейтам, что здесь двое игроков находится. ХС еще и продамажил. Релаксу довольно-таки плотно. Огромные сейчас просто проблемы у шведов будут. И они перестают им просто повторять. Потому что 30 секунд до конца раунда. Посмотрите, двое игроков проходят в яме. Да, есть минус по КТ, но при этом оставшаяся двойка находится именно в позиции пита. Первый минус поступил. Простите, пытаются давить дальше. Простите. Что, похоронить здесь двое игроков или нет? Все-таки одного похоронил, но второго не ожидал. Здесь увидит. В итоге забирает первого. Забирает. Нет, не смог забрать второго. Здесь Жен. И в итоге все-таки шестой раунд для Pashions. Но один Хамбас остался в живых. Это довольно-таки серьезный удар по экономике. Потому что толковых девайсов на этот раунд-то и не будет. А у Пенты в свою очередь был... Ну, форс, конечно. Но теперь впереди экономически и даже на форс-раунде несерьезно. Ой-ой. Вот это да. Это уже первые пошли на сходочки. Кто как смотрит данный матчап с чипсами и чайком, я так подозреваю. Правда, это немножко глупо, наверное, было бы. Хотя, может быть, у каждого свои тараканы в голове. Нет, скорее всего, там какая-нибудь кола или спрайт. Что, в принципе, было естественно. Либо вообще что-нибудь покрепче на Алито. Ну, ладно, 18-й раунд, тем временем 11-6 у нас в счет. Экономически полноценный от Пенты, скорее всего, седьмой. Для Passions должен последовать. По крайней мере, они хотели выйти в точку Б, где укрепление, кстати говоря, было стороны Пенты и Спортс. Но, тем не менее, все-таки вектор атаки своего времени меняет. Хампус смог просочиться в сэндвиче. Дал инфу своим тиммейтам о том, что все-таки здесь никого нет на точке А. Но, тем не менее, два игроков находятся позади него. И вот этот хэдшот в затылок. Еще и посмотрите, как на ноге ХС продамажил обоих противников. В итоге погибает релакс, как Расти так же. Красный, это уже 3 в 5. Ой-ой-ой, проблемы сейчас могут быть у Пэшн с Расти. Все еще красный. Все еще пытается все-таки зайти в КТ. Но здесь, ой-ой-ой, минус по преднему пробу красный. Расти делает два минуса с 18 хп. Да как они вот так это позволяют просто делать? Команда Пента, это погромный вопрос. 2 в 2, и здесь уже Расти готов еще к выходу с КТ. Да, еще и минус спасания. Посмотрите, у него 18 хп, он уже трипл килл делает с таким количеством здоровья. ХС по итогу последний остается в коннекторе и будет пытаться выходить на этот ретейк. Десятый маг есть, но девайс не самый лучший. У него и разбросы, и, ну, огроменный просто. Сам по себе, а тут еще отсутствие первого армора. В итоге ХС нужно задавить КТ. Увидел, увидел здесь Расти. Есть хэдшот. В итоге должен понимать, что второй игрок где-то в нынче находится. Хэдшот по нему оформить не удалось. Но вот если бы забирал его моментально, возможно, Боббарс Дефис, да и успел. А так, в принципе, это седьмой раунд для команды Пэшн с разницей в 4. 2 адвайсных выиграть от Пенты, и это время ничья. Но это будет 2, ну, 4 самых тяжелых раунда, даже, скорее всего. Ну, да, 4 самых тяжелых раунда для них в рамках этого матча. Хотя, в принципе, на Инферно они серьезно боролись. На оверпассе они взяли уверенно свой пик. И сейчас я склонялся к тому, что Пэшнс, в принципе, должны были брать этот мираж. Вроде как карты Десайдера. Обе команды одинаково должны отыгрывать этот пик. Но, тем не менее, Пэшнс почему-то испытывает некоторые проблемы. Хотя сейчас за сторону атаки смогли оформить небольшой камбэк. Вопрос, надолго ли их здесь хватит. Жен, нет, не заметил. А вот сейчас, а вот хэдшот от Ксайдиша невероятный просто по пропрыгивающему Жену. Но игрок под окном также есть. Его просто втроем здесь задавили игроки команды Пэшнс. И вновь, по-моему, они собираются брать инициативу в свои руки. Потому что сейчас пока что ситуация 4 в 3. Поставлена бомба. При этом есть еще замыкающий игрок в виде Хампуса, который продвигается по джанглу. Готов заперечь его. С двоих игроков первого забирает. Здесь второй также находится рядом. Прифайер жесткий пасание. И в итоге Кристал остается последний в кухне. Но да ладно! И в этой ситуации Хампус не растерялся. Перевел свой спрей на Кристалла. И раунд на 8 для Пэшнс подъехал. По итогу того, у Пенты. Ну, 3000 есть. Там пистолетная Эконос ожидает впереди. Ксайдиш был готов, безусловно, к этому пропрыгу. И позиция Хампуса довольно-таки невероятная была в этой ситуации. Но просто проблема в том, что Хампус, вот если остается такой игрок, как замыкающий, то основное звено должно сыграть на максимум. Потому что большинством... Ой-ёй, тут давка тем временем нос ковров. Хампус. Хампус с тиммейтом. Тиммейт потерял Хампус 1 на 1 против Сани. Нет, все-таки его здесь смог добрать. Но только иначе, у каждого игрока потеряли здесь Кристалл! Да как он в смоке по всеми места спрятался? Я так подозреваю. Смог дать один минус. Ну и уже неплохое... Неплохой отгрыше этого пистолетного раунда со стороны Пенты. Живух остается по сравнению Инноцент с Дезертыглом на голове. Но бомба будет ставиться на дефолте. Инноцент 1 в 3. Остается, кладется бомба. Сейчас ставится, вернее. На дефолте. И видел Инноцент в голову противника, но спалился сам при этом. Туда люди должны цеплять какие-то гранаты. Там лишь флешки Молотова имеются. Конечно, к сожалению, не последует. Но даже этим Молотовым заставляет его сместиться. Хотя бы уже начинать работать с более открытой позицией. Еще один Молотов полетел. Еще дальше Инноцент заставили продвинуться ближе к джанглу. Но он и там погибает. И в итоге... Девятый за Пэшенс. Что ж, камбэк из Риэл, как говорится, со счета 10... 11-4. Пождите, а Пенту у нас получается... Можно табуляцию на секунду? Да, Пенту не одного раунда не взяли. 11-4 был счет по окончанию первой половины. Кстати говоря, вновь... Нет, там 12-3, по-моему, были у нас счета на всех картах. 11-4 только сейчас появляются. Но, так или иначе, мы понимаем все, что Пенту пока что не взяла ни одного раунда в защите. И, может, если это продолжится дальше, то здесь Пэшенс уже выйдет на время ничью. Главное сейчас выиграть этот девайсный раунд со стороны соперника. И потом уже, в принципе, на антиэкономическом дело. За малым КС под Молотовым. Нет, не дает ни единого минуса. Хотя, в принципе, у Садиша остается всего лишь один КП. Подловил Санни на тайминге соперника. Все-таки тот был с гранатой в руке, но, тем не менее, релакса сыграл здесь на размене. Хампус уже выходит с коннектора. Уже вся халпа изолирована гранатами, смоками и молотом. Еще и флешка тут Хампусу в лицо прилетает. Но, правда, не для него. Но, разумеется, была предназначена. Хампус уже ждет игроков, выходящих с коннектора. Позиция вполне себе хорошая. Хампус проходит джангл, но, по всей дневности, Пента собирается сейвить свои девайсы. Просто, если засейвить, то они сделают бай. Разумеется, в следующем раунде Кристалл уже погибает первым. И Жен вместе с Инноцентом попытаются вдвоем произвести этот сейв. Байсы могут сделать Пента, если два девайса на руках останутся. Если нет, тогда пистолет экономически будет ими сыгран. И Пэшнс сейчас задача максимума это все-таки найти противников и забрать их девайсы. Но бомба тикает все быстрее и быстрее. И по итогу все-таки эти два девайса уйдут в апартаменты. Уйдут в апартаменты. Хампус, в принципе, вроде как выехал. Может сейчас забрать Инноцента, но здесь нужно уже было бежать. Или Инноцент? Увидел. Увидел. Кто кого увидел-то? Нет, Инноцент просто с трейфами. Начал готовиться к тому, что противник не выйдет. Вот проход Хампуса. Но увидел здесь Кристалл. Кристалл все-таки ожидал выпада с КТ, но его не последовало там. Поэтому 22 раунд. Счет 10-11. Садьбай делают из-за тех двух самых девайсов, которые смогли засовет команда Пента. Смок долетит ли до окна этот? Да, долетает. Долетает. В итоге все-таки такой довольно-таки, кстати говоря, быстрый смок. В окно кладется. Здесь Хампус, по-моему, заметил аркаду апартаментов. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Хампус-то уже два ствола заметил здесь. Поэтому дальше идти не стал. Просто немножко отпустил свою позицию. Уже более комфортный. На более комфортный готов был принимать своего соперника. Кстати, есть контакт. Тем временем вроде как на центре карты. С окном. Ой-ой-ой-ой. Здесь Красти. Два минуса оформляет. Пассан вместе с ХСом. Похранил просто эту двойку со стороны команды Пента. Но есть еще под коврами Кристал. Но у него девайс не самый хороший для дальней дистанции. Накш со своим спреем. Вот здесь справляет целиком полностью. Про него не надо забывать. Его здесь забирают моментально. Два в четыре уже. В ситуации есть минус от Жена с Джанглой. Пытается его здесь нашить. Жен еще и через смок забирает игрока в коврах. По итогу его здесь вроде как отфлэшили. Пытается продамажить. Но там тайминг. Патроны уже кончаются у Жены. Если бы у него был патронов 60 в кольте, я уверен, он бы еще и двоих сверху похоронил. Иноцент 1-2 остается. Смог забрать здесь у Расти 1 на 1. В такой ситуации 45 секунд до конца раунда. Иноцент красный уходит глубже в КТ. И понимает, что лучше в этой ситуации стреляться своим соперникам не стоит. Лучше бы все-таки сменить свое местоположение. Хотя, в принципе, ставится бомба Фредди. И вопрос, будет ли ожидать он своего противника оттуда же. Смог не самый удачный. По нему играет уже Иноцент. Смог еще продамажить здесь Фредди 27 на 56. Так или иначе... Ну, здесь патрон буквально залетет, должен Иноценту в тело. И тогда он погибнет. А вот Фредди нужно... Нет, все-таки Фредди здесь перестреливает Иноценту. Только хотелось говорить о том, что Фредди нужно хотя бы ко минимуму 2,5. Чтобы влетело все-таки склаша. Там он шипотел, по-моему, как раз-таки 27 кп и сносит. И вот повтор от Джена. Он забрал первого, забрал второго в коврах. И здесь уже готов. Ну, вот если бы не один из патронов в обойме, я думаю, он бы там двоих похоронил по-хорошему. А так это 11-11. Время ничья. В следующий раунд вновь там денег не будет. Ну, и не так много будет. Возможно, у нас с юмпами придется играть в пенте, либо в пистолет на эко играть. И уже Пэшнс оформили довольно-таки серьезный камбэк в этой встрече. Теперь уже довольно-таки интересно наблюдать за этой картой. Но складывается она таким же образом, как карта в GoPoStone. Сегодня между коллективами Outlaws и Singularity. Хотя, вроде бы, карта Mirage весьма сбалансированная. Но почему-то именно атака здесь в рамках этого матчапа. Но жестко доминирует. Что ж, есть смок пока что в коннекторе. Продвижение по парапету по направлению к точке B. А там, в свою очередь, двое игроков. Сидят в виде Жены с Кристалом. Готовы принимать этот выход. Правда, Кристал в упоре с зигзагом. И он... Нет, это Жен. Жен в упоре с зигзагом. И под флешки здесь врыв на Жена! Жена! Потерялась настолько... Просто модельками здесь задавили. Кристал заметили здесь также. В итоге он прячется в смоку. Понимает, это игрокоманда Passions. Не удалось улизнуть там Кристал. Но, конечно, вроде как два минуса последовало от Инноцента. Но, тем не менее, бомба будет поставлена. Прямо сейчас игроку на зигзаге продвигается. Это Сани. В итоге ловит на тайминг Герасти. И почти перестрелял Фредди. Фредди один на один против ХС. Остается Фредди невероятно жесткий игрок. Так же, как, в принципе, и ХС. Сноу, Фредди смог застать ХС здесь врасплох. 12-11 по итогу. 23-й раунд входит копилка в команде Passions. И вот здесь так же серьезно потерялся Кристал, потому что у него ВП. И, знаете, вот... Ну, никуда ты не уйдешь из этой ситуации. Смок, благо, лежал. Смок только лишь у него протиснуться и скрыться. Потому что, если бы ушел назад, его бы зигзага перекрыли. И уйти в Смок, наверное, самое правильное решение с его стороны было. 24-й раунд. 3 юмпа. ВП есть у Кристалла. Кольт у Инноцента также. Огромный луст-трик у Пенты. И, если быть точнее, по-моему, 8 раундов уже. И сейчас Passions на этом останавливаться не собираются. Попытка будет взятие еще и следующего раунда. Все-таки... Мне кажется, Passions поймали свою волну. Мне кажется, они поймали свою волну, свою игру в атаке, по крайней мере, на карте Домиража. И они не хотят пускать эту встречу. Выходить с группой первыми со счетом 3-0. Хотя, в принципе, я опять же повторюсь, что эта встреча ничего не решает абсолютно в группе B. Так как что у Passions, что у Пенты. У Пенты счет 2-0. У KingWin'ов ULDLC 0-2. Так что... Матч, возможно, просто принципиальный. С того, чтобы выйти с первого места. Просто потому что... Ну, кто-то должен быть первым все-таки. Что, Жен? У нас пока что забирается, у нас, по всеми месте, на кресло. Нет, нет. Просто упорится с маком. Стоит, но там флешка хорошая. Если бы прилетела, скорее всего, он бы здесь погиб. Однако ж... У Пенты уже трое игроков под базой B. Они считают, что у соперников, что они будут выходить именно сюда. Большая надежда на Жену. Сейчас смог забрать он первый игрока атаку. Возможно, второй тоже заберется. Посмотрите, моментально просто... Просто вся атака обрубается у Passions в этом раунде. Последний ксайдиш. 1-4. И бомбы валяются в апартаментах. Как же не ожидали там увидеть игрока в упоре с Юмпом. Хотя позиция весьма не смотрит сказуемо. Возможно, здесь еще и пара патронов. У ксайдиша влетела в железяку. Первый раунд спустя 8 Пента забирает. Спустя 8, но это счет 12-12. Так что, в принципе, будет довольно-таки... Ну, вообще, со стороны Пента очень опасная игра. Потому что, если они раунд проиграют... Ну, там, в принципе, бай будет на следующий. Ну, там... Отдадут, если и его, то там 14-12. И огромные проблемы в экономике. Отдавать 15-й придется счет 15-12 как-то выруливать. Так что, никаким образом Пенте сейчас раунды проиграют нельзя. У Passions очень уверены экономической составляющей. Поэтому, в целом, они себе лишний раунд отдать все могут. Но 25-й раунд, друзья. 12-12 счет. Слишком опасно отдавать лишний раунд. Сейчас Сане поджим ямы не самый лучший выдался. Погибает здесь в итоге Расти после того, как сделан минус. И тут потеряли совершенно игрока под коврами. Не прочекали. Падает у нас с релакса. На дефолте Фредди с Хампусом вдвоем будут уже разыгрывать эту ситуацию. 2-3. И... Ну, очень опасно для команды Passions. Фредди остается последним по итогу. Хампус погиб под иноцентов. И просто перебежка к базе. Бай сейчас будет со стороны Фредди. Скорее всего, он просто на ноге туда будет пытаться заходить. Без каких-либо шифтов. Или на центр. Фредди все-таки решается выйти. Но на центре карты также никого не имеется. Возможно, через парапет будет проходить. Я не поверю, что он просто пойдет сейчас напрямую в точку А. Или все-таки пойдет. Да ладно. Ну что ж, Фредди через коннектор продвигается. Здесь никого не замечает позже. Он сейчас такую грязь можно утвердить. Он может проникнуть просто-напросто в кухню и поставить там бомбу. Если пойдет... Ставит на фейрбоксе, скорее всего. Ой, его двое игроков... Игроков скет-эспауна здесь запушат. Ставится бомба. Слышит, слышит, по-моему. Слышал? Ну, я слышал же скоб скета-эспауна. Фредди, возможно, тоже. Но закрылся под него. И, в принципе, ждет уже игрока, который запрыгнет на тикет-бокс. Да. Дождался его. Дождался Жена. С молотом на руках. Но проблема в том, что игрок спиня у него находится. И здесь, скорее всего, Фредди погибнет. Да, Фредди погибает. 13-й для Пенты. Но опасности для Пэшнс все еще в плане экономики потеря проигрыша в этом раунде не составляет. Так что опасность заключается в том, что здесь у Пенты 13. У Пэшнс 12. А хотя там 3000. Там 3000, друзья мои, у Пэшнс. Ой-ой. Но это уже тогда проблема. Это проблема, но это бай с пистолетами. Будут отдавать 14-й. Наверное. Возможно. Не исключено того, что они попытаются все-таки взять этот раунд. Четвером через апартаменты под точкой Б. Весьма прямолинейно действуют в этой ситуации. Жен, причем, стоит на машине. В принципе, готов к приему. Правда, вот эта ХЕшка, ну, не придамаживала соперников. Однако ж, все-таки, немножко их здесь остановило. Кстати говоря, буст на Форесте, что ли, готовится? Нет, не готовится буст на Форесте. Просто двое игроков только друг на друге стояли. Что мне на секунду показалось, будто те готовят тот самый буст. Расстрел от Инноцента. Я просто не понимаю, пока Инфе сейчас играют с Пента. Заметили игрока, сразу же кидается молотов. Ну и все. Команда Пэшнс кладет там Смоук и... Ха-ха! О, мой бог, Жен. Тут трипл килл в итоге оформил. Кто-то ему помог из сайта. Это жестко действительно. Просто они в идеальную линию выстрелились. Там столько дэмэджа залетело. Нереальное его количество. 14-12. Там, кстати, смог было откинуть как раз-таки игроками защиты. Судя по... В гранате, с какой стороны она прилетела. Хотя, возможно, и с стороны атаки. Либо я там не уследил. Ну ладно, 27-й раунд. Очень важный для команды Пэшнс. Проигрывают его, могут проиграть игру в целом. Сейчас этот чемпионский... Ну, не знаю, называть его чемпионским матчпоинтом сложно. Потому что, в принципе, ни за какое чемпионство они пока что все еще не борются. Но вот за матчпоинт, за выход с группы с первого места... Можно, наверное, как-то так это назвать. Причем у Пэшнс не так много гранат. Прошу заметить. Там 3 смока и 3 флешки всего сейчас уже. Имеется спустя 30 секунд спустя... 30... Имеется спустя 30 секунд начало раунда. Придвижение через центр от Пэшнс. Сейчас по парапету, возможно, Растис может найти какой-то минус под базой Б. Что вроде как коннектор тиммейтом занят. Там, более того, лежит смок. Обновляется также дым. В окне Растис с сигзага. Пытается сейчас выйти под флешку. Не увидел никого. Но там уже с коннектором его заметили. Здесь выташивается двух стволов. Да. Растик потерялся уже. Куда же все-таки стрелять? Нужно было немножко раньше. Здесь начинает двигаться Сани. Позиция весьма интересная. Вроде как Фредди готов к нему. Здесь, да, легкий стрейф. И, в принципе, хэдшот по Сане-то и залетает. По итогу выход на точку А. Четвером против двоих будут сюда выходить. Кристалл, правда, справляется уже с Хампасом. Вот под коврами находится ХС. Если туда не прилетит Молотов или ХЕшка, или хоть что-нибудь, то ХС погибнет. Погибает у нас тем временем Кристалл. Но при этом ХС пропускает первого игрока. Что, ждет выхода следующего. Но, да, заберет его. И уже непосредственно последний релакс остается в яме. Смог забрать и на цента. Но здесь ХС, которого нужно как-то каким-то образом вытравить. Релакса нет. На реакцию не смогут ловить здесь Жена. Пятнадцатый для Пенты. Для них это матчпоинт. Денег не так много сейчас. В этом раунде будет у команды Пэшнс. Огромные проблемы для них. И вот как же близки они были к победе в рамках этого матчапа. Еще на карте The Overpass они себя жестко зарекомендовали как фаворита этого матчапа. Но вот на Инферно не пошло. И сейчас на Мираже тоже не лучшим образом складывается ситуация для них. Я просто помню слова Пенты, когда вот первый матч в рамках группы был перенесен. Они написали как раз таки организаторам, что все-таки мы хотели бы перенести матч, так как у Сани температура. И, ну, этот турнир неимоверно важен для нас. Поэтому им дали все-таки такую возможность. Да и, в принципе, все мы люди, все мы понимаем. Что ж, двадцать восьмой раунд. Выход под базу, а тем временем со стороны команды Пэшнс. Планируется сплитом через яму и ковры. И сейчас всего лишь один игрок находится в КТ и потеряли кристалла поначалу этого раунда. Расти. Попытка зашива все-таки коннектора под флешку. Врыв сюда, как же жестко, пытаются отыграть здесь игроки команды Пэшнс. Они просто на наглости давят абсолютно все позиции команды Пента. Но здесь есть минус от Джена и даблкил даже. Он здесь оформляет два-два по итогу ситуации. Бомб все еще стоит. Есть киты на руках. Есть даже небольшое количество раскидов у обоих игроков, оставшихся в живых. Но посмотрите, где находится сейчас Фредди. Фредди очень опасная. Перетяжка, но тем не менее, она может сыграть, в принципе, под санвес этого раунда. Молотов не достанет здесь все-таки дэкс-эдишен. Его здесь чекнут и уже мчится в спину здесь Фредди. Фредди, Фредди должны слышать сейчас. Мог кладется и начинается дефьюз-бомба Фредди. Заметит ли игрока там Фредди? Фредди забирает первого, а второй бомб has been diffused. Дорогие друзья, 16-12. Все-таки пользу команды Пент она выигрывает эту встречу. И выходит с группы с первого места, но со второго, соответственно, выйдет у нас команда Пэшенса. Что ж, хочу вам напомнить, дорогие друзья, про наш замечательный розыгрыш совместно с Hellcase. Студия UCC его проводит, соответственно, под трансляцией. Кликайте на баннер, принимайте в нем участие. Невероятное количество скинов разыгрывается. И также заходите на сайт hellcase.com, вводите промокод UCC, получаете кейс, а также в нем будет вас ждать какой-нибудь интересный, возможно, скин, который вы можете поставить на сайте ksesport.com.